добрый день мы продолжаем серию встречу главного редактора московской правды которую можете слушать на радио московской правды и смотреть на винтере и на других ресурсах видео в студии главный редактор московской правды шок младжанов и сегодня у нас гости певица интересный человек и симпатичная девушка катя савельева мы с ней сейчас попробуем обсудить то чем она занимается чем она собирается дальше заниматься и наверное вообще немножко поговорить о музыке и современной жизни на сцене за кулисами во-первых еще раз добрый день во-вторых я хотел начать вот с чего вы такой достаточно с одной стороны типичный сегодняшний боец музыкального фронта с другой стороны все-таки это достаточно уникально когда человек с очень ранних юных лет занимается сценой музыкой не просто ходит музыкальную школу а на сцене выступает в конкурсах участвует и побеждает там какие-то призы получает и так далее я не раз спрашивал великих спортсменов об этом и вас прошу а вот не жалко детство то вот оно все-таки очень уж так у вас выстроено на самом деле до детства это вопрос немножко такой больной для меня потому что я сейчас уже как бы общаюсь со сверстниками со своими друзьями они говорят как так у тебя же не было детства совсем почему-то там не бегала за мячом почему-то не играл какие-то игры детьми действительно детства мне не был совсем но с одной стороны наверное это не есть хорошо а с стороны я очень благодарна родителям за то что наверное сейчас я себе уже что-то представляю я действительно считаю себя артистом и а все свое детство посвящала тому что я себе реализовывала я действительно к чему-то стремилась я старалась и только огромное спасибо за это родители ни в коей мере я не могу сказать мне не балдества совершенно у меня было очень ярко и красочное отличие от многих я считаю я позволю себе провокационный вопрос вот вы сказали то что сказали а вы довольны тем что получилось то вот вы как считаете по составе на сегодняшний день не зря вот это все конечно же не зря в любом случае я считаю что у меня очень же богатого за спиной хотя мне всего-то 23 но я очень много где побывала я побывала в очень разных точках этого мира я много путешествовала это огромный плюс потому что мне кажется это очень интересно и важно даже на самая интересная да помимо в принципе музыки это для меня был очень интересным аспектом и я ни в коем случае не остановлюсь я считаю что на данный период моей жизни у меня все получается и все еще впереди в любом случае буду стараться буду стремиться и конечно же я считаю что все люди которые действительно чего-то добивались они шли этого самого-самого начала на самом деле судьбы-то разные я знаю великих которые в 30 лет начинали знаю таких людей но у вас другой случай он действительно достаточно такой обычный в некотором смысле обычный да потому что если взять людей которые действительно чего-то там там добились музыки или в спорте или в литературе большинство из них начинают с раннего детства но вот все-таки мы говорим о том что вы занимаетесь музыка на музыка на разное точно то чем вы занимались там в детстве это чем вы занимаетесь сегодня это разные музыки да а если вот так взять в динамике в развитии это означает что через там несколько лет катя савельева еще другой музыкой будет заниматься или вы уже пришли к какой-то музыки которая для вас основная ой на самом деле я думаю нет я думаю что буду еще развиваться буду находить какие-то новые пути для себя сейчас для меня это современная поп-музыка могу сказать что когда мне было двенадцать тринадцать четырнадцать лет я очень сильно увлекалась такой музыкой какую-то не хьюстон марай керри селиндион то есть ну это наверное такая такие махины я думаю что все поющие девушки через это проходят да для меня это был очень такой важный музыка я через себя всегда переживала сейчас я перешла на уровень немножко другом музыки это поп-музыка которая нужна современному миру посмотрим я думаю что с годами что-то может меняться меня может интересовывать какая-то новая моды мода да конечно какая-то новая часть огромного музыкального мира посмотрим не знаю не могу сказать я думаю что конечно же я попробую все виды музыки а как вы считаете вот человек который на сцену выходит поет он должен соответствовать тому чего от него ждут то есть то что сейчас модно но что сейчас все поют и вы поете да или человек должен вот что-то выбрать что-то так придумать продумать и зрителя приучать к этому то есть вот как знаете выражение поднимать однозначно отвечу что сейчас нужны такие артисты которые будут вносить что-то новое потому что много одинаковых артистов много артистов которые копируют вообще сейчас проблема с тем что нет новой музыки все поют кавера все пытаются кого-то пародировать а все что касается каких-то личностей интересных и действительно в наше время я считаю проблем хотя много фриков людей которые пытаются выехать на какой-то внешности интереса на каких-то поступках а что касаемо музыки я надеюсь вы бороду отрастили не 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 я как раз не из другой сферы я считаю что нужно в первую очередь музыка эта музыка нужно людей приучать конечно же хорошие но может быть какой-то немножко новой музыки то есть какие-то новые направления давать может быть это будет не совсем в вокале может быть это будет звучание какой-то аранжировки в любом случае должно быть что-то интересное ну вот как я понял знакомясь перед этим разговором с тем чем вы занимаетесь у вас есть некоторая склонность к актерству все-таки вот театрализации того что вы делаете ну если учесть тот факт что там лет до 18 я действительно дело все постановки то есть я пела параллельно танцевала дело какие-то мини спектакли для себя внутри потому что это было важно что просто петь на сцене стоять это мне кажется не совсем интересно в первую очередь и еще большой плюс играл то что я до 13 лет занималась профессионально бальными танцами параллельно и мне это очень сильно сейчас помогает и помогала тогда поэтому да наверное такой момент есть я действительно старался вместить музыку станции мы конечно говоря о том чем вы занимаетесь и будете заниматься обязательно будем говорить о том что петь и сочинять и создавать какие-то там номера многие люди стремятся и пытаются и стараются но в итоге же все равно упирается все в то что надо иметь канал реализации этого всего то есть грубо говоря движение сейчас к зрителю к слушателю она идет через продюсирование через продюсеров вот что вы думаете по этому поводу с кем можно стоит и вы будете работать ну могу сказать что работала я уже с известными продюсерами и принципе естественно когда за тобой стоит человек который тебя может помочь может тебя продвинуть потому что в наше время сейчас очень сложно попасть на радио даже мне кажется на телевидении попасть легче чем на радио вот это поможет тебе тебе действительно могут помочь попасть на какую-то радиостанцию одну вторую третью четвертую но могу сказать что все зависит от репертуара от музыки если репертуар музыка и артист не интересен как бы ты не двигал его сколько бы ты в него не вкладывал души там финансов чего угодно вообще это не когда не пойдет может быть как на какое-то время в любом случае это может вспыхнуть и погаснуть но в любом случае все зависит от того как ты к этому относишься какой-то репертуар насколько ты талантливый человек и тут могут помочь продюсеры но они помогут на время в любом случае чтобы устаканиться и стать таким конкретным прям артистом серьезным долговременным нужно в первую очередь думать о том что ты исполняешь понимаете это как формуле один старый спор что важнее пилот или машина что важнее вещи которые вы исполняете или актер артист который это исполняет и так далее я думаю что и то и другое важно ну да но тут есть один момент иногда продюсер как раз может подсказать вот в чем плюс он может подсказать что исполнять как это делать потому что действительно талантливые продюсеры с того и начинают они смотрят на артиста подбирают репертуар который может в наше время выстрелить и вот этот симбиоз как раз помогает делать артист вы считаете у вас есть такая песня и там песни такие которые сейчас с одной стороны вот могут все говорят и вы в том случае выстрелить и с другой стороны которые вам близки и и нравятся настоящим да у меня есть они в запасе сейчас на данный момент я работаю над большими репертуаром то есть у меня несколько песен на которые я не то что рассчитываю я уверена что они у меня получится я уверена что это будет что-то новое и ближайшее время все услышат меня ну а когда вот это может быть то хотя бы примерно я думаю ближайший год ближе то что это это не быстро это не то что ты написал завтра песню послезавтра и выместил а как это будет то есть вы запустите в ротацию или вы создадите сценическую программу да это будет первое это создание сценической программы то без чего артист вообще не может потому что постоянно нужны выступление практика если ты будешь сидеть дома а завтра выйдешь не знаю в кремль выступать я думаю это будет не самое лучшее выступление потому что обязательно нужна практика вот но и конечно же это будут ротации мы сейчас пишем репертуар который будем ставить на радио я надеюсь что все директора оценят мое творчество и действительно песни попадет ротации понятно кто кто пишет абсолютно разные люди на самом деле я сама не пишу вот не получилось у меня так жизни что сама могу писать но я работаю с очень талантливыми ребятами некоторые ребята даже не из россии то есть они мне в принципе присылают какие-то демки есть молодые ребята которые вообще мне предлагают бесплатно музыку действительно так слушаю и это очень классная музыка мы работаем с ними мы делаем что-то новое я всегда говорю что мне нравится что мне не нравится и в итоге получается что-то такое общее мою их но уже вот говоря теме не из россии вы же ведь и стажировались как я понимаю в америке и специально изучали английский язык поглубже чтобы петь по-английски как я догадываюсь они только разговаривают и что вот все таки вы как видите дальше в русский язык в английский или и то и другое как с детства была у меня такая проблемка хотя как это назвать проблемой я даже так не могу сказать я в принципе очень любила английские песни то есть мне всегда не шли проще я вот еще раз повторюсь пела селиндион лара фабин то есть 12 лет там тире 15 я все это уже перепевал мне было это все близко вот эта медленно музыка красота и как раз в тот момент я попала в америку к такому известному музыканту можно сказать продюсеру с эту риксу который воспитал майкла джексона который всех можно сказать таких серьезных звезд в америке понимал помогала заниматься вокалом я к нему попала мне было несколько занятий с ним и сразу же после там буквально трех занятий мне предложил остаться в америке предложил заниматься с ним музыкой и даже я помню были у него в доме он меня проводил в комнату где жил майкл джексон сказал что как бы вот комната в принципе ты можешь здесь остаться заниматься потому что действительно у меня у меня это получалось но мне было мало лет родители видимо не захотели отпускать дочку как это часто бывает непонятно хорошо это или плохо сыграла в моей судьбе но сейчас я здесь сейчас занимаюсь русской музыкой конечно же сейчас я буду заниматься направлением русской музыки а петь по-английски хочется хочется но понимаешь все таки душа просит россию хочется совместить не как но как совместить у нас это не не то что не приветствуется у нас это на это не спроса в принципе у нас не приучено к этому нас очень много количества артистов огромное количество артистов известных уже которые делали американские альбомы которые писали английскую музыку и и где нигде очень я считаю огромнейшие деньги в это вкладывали и в итоге это все лежит на полочке дома слушать ну нет конечно дело в том что конкурировать там той же америке с американцами которых раскручивает по-серьезному и так далее конечно маловероятно я имел ввиду не столько для бизнеса сколько для души а для души есть по-английски но это никто мне не запрещает конечно же могу прийти домой прийти домой попеть в душе прийти на занятия попеть на английском не проблема но здесь есть один момент нельзя заигрываться с этим потому что когда ты поешь часто на английском ты немножечко начинаешь забывать как петь на русском музыкальный акцент и сбиваю это вообще разные да вещи и вот как раз когда я говорил про проблему она была связана с чем не было сложно немножко доносить русскую музыку она вообще по-другому доносится то есть если америка это нельзя как-то объяснить это разные вещи учить петь надо иногда даже из такое понятие нужно учиться петь русскую музыку вот это действительно так вот эта душа с которой мы доносим вообще другая давайте на время отключаемся вообще на может неожиданно немножко тему сейчас с вами работает продюсер михаил бебинга да 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 и я просто знаю знаком с тем чем он занимается и среди прочего он занимается серьезно очень я так назвал спортивным караоке он проводит чемпионат россии по караоке там и так далее вот вы когда видите и слышите людей поющих на караоке у вас какие ощущения возникают ну скажу так что первых караоке я не очень люблю я начну с этого почему не люблю потому что часто аппаратура это звучание в караоке которое мы видим вообще в заведениях она иногда не совсем хорошая когда ты начинаешь петь я вот конечно с друзьями иногда хожу в караоке могу где-то там побаловаться что-то спеть но это не совсем для меня конфу комфортная такая вещь потому что петь там не совсем просто она все-таки рассчитана на людей которые приходят им надо там не знаю погулять отдохнуть развлечься и неважно там попадаем в ноты не попадаем в ноты это неважно и у меня двойцы вообще иногда я прихожу в караоке слышу людей которые очень талантливые которые действительно вот прям такое ощущение что вот им на сцену надо и они свою жизнь на то потратили иногда я прихожу и думаю ну непонятно то ли люди не слышат то ли им все равно то ли просто душа поет ну иногда конечно не самые лучшие вокалисты часто настройки такие что просто погромче кричать как баллы как баллы я помню была маленькая у меня дома стоял караоке там было то есть я орала просто микрофон у меня было 100 баллов я так сильно радовалась этому и действительно это так и есть то есть чем громче тем значит лучше я не просто так об этом спросил дело в том что с одной стороны ну да караоке такая что примитивная достаточно с другой стороны когда вот вы говорите о культуре особой культуре скажем русской песни русского исполнения и так далее все-таки надо говорить о том что чем больше этого как-то в людях в слушателях насаждаться тем интереснее будет том числе исполнителем да а караоке это как раз один из методов насаждения потому что да многие поют караоке там пытаются петь и там что-то за американцами за англичанами за французами еще не знаю за кем да но все-таки больше поют конечно гораздо больше поют русских песен вот а есть такая вот мечта в жизни чтобы вы пришли с друзьями в караоке а там вот в этом самом альбомчике да там исполнитель катя савельева конечно конечно есть что это некое это вообще мне кажется признание народа когда ты видишь караоке свои песни значит значит людям наверное хотят ее петь наверное они ее любят наверно им интересно и вообще мне кажется вот самый популярный песни какие есть в караоке это песни которые открывают полностью душу человеческую то есть не знаю там рюмка водки на столе такая самая банальная история и очень вот еще владимирский центр да вот это очень интересный момент я всегда приходила и еще если не помню какие-то женские тоже песни они в принципе вот самое такое болезненные какие-то моменты жизненные заметила они вот всегда людей привлекали где можно поорать где можно вот это вот выразить свою душу конечно же если там будет моя песня ну как как тут не порадоваться а что нужно сделать вот какого рода это должна быть песня новая часть сказали что души и там но что-то еще вот что надо сделать чтобы это была такая песня которую ну там в караоке не в караоке может за столом люди поют вот хотелось бы сделать такое чтобы люди вот собрались там на праздник какой выпили немножко запустили ну как всегда у нас принято попить и взяли и спели песню из репертуара к цели это должно быть в первую очередь о жизни музыка и песня должна написано о том что они ну это нет ну слушайте тут музыка аранжировка тоже имеет значение во первых смотря для кого я пишу например я все-таки молодой артист я имею понятие например о том что происходит в ночных клубах например каких-то заведениях я иногда хожу могу с друзьями прийти я смотрю и действительно вот например в клубах пользуя популярность артисты которые поют именно конкретно что там происходит то есть там давайте поразвлекаемся сейчас есть очень много молодых исполнителей которые прям затрагивают тему клубную то есть повеселиться выпить отдохнуть что-то снять действительно интересно если говорить про таких людей которые придут там сяду за стол под гитарку попеть конечно же должно быть все мне кажется атакой что-то более глубокое какая публика ближе вот это клубные клубная какая-то или люди вот скажем простые которые метро ездят я вообще человек не клубный я могу сказать что я клубы в москве вообще вот я говорю я была там наверное за свою жизнь вообще единицы раз люблю ходить в клубы в другом своем родном городе честно не то что там есть одно да место наш любим потому что все друзья мои все мои друзья мы собираемся и как-то знаете я приезжаю я провожу днем время с родителями там с роднёй а вечером можно прийти там ресторан посидеть где-то пообщаться а так в принципе я вообще люблю музыку такую более эти вот именно посидеть послушать о чем-то подумать клубы не совсем мое а вот вы ведь часто как я понимаю в воронеже бываете да там как известно вообще юг россии все чтобы югу от москвы это немножко другой говор это ведь ну и диалект немножко другой и самое главное говор а как вы считаете вот для тех кто поют по-русски важно сохранять скажем московское произношение да так вот я условно называю московским оно не московское ну скажем вы правильное классическое скажем русское произношение да на котором мы сейчас с вами разговариваем или наоборот для такого интересу да может быть сохранять какие-то диалектные вот нюансы мы вот как раз об этом говорили о что артист должен быть немного интересным конечно же если у артиста есть какие-то свои фишки как я их называю мне кажется по моему мнению это всегда приветствуется и естественно это не должен быть какой-то там ненормативная лексика и не знаю что то еще но имеется ввиду хотя смотря какое направление сегодня да да смотря какое направление но по мне если человек есть какие-то свои такие фишечки в голосе почему нет каком-то разговоре может быть это вполне в наше время мне кажется это вообще вполне может существовать и наташа королёва привнесла немножко такой южно-русское что-то из украинского немножко да а вот вы как раз заговорили об этих самых всяких фишках и так далее но ради этих фишек или ради того чтобы выделяться ради того чтобы обратили внимание запомнили и так далее многие люди на разные шаги идут кто раздевается наоборот во что-то такое одевается кто-то там в чего все красит кто-то там на себя цепляет много-много всяких пирсингов выгнали вы как считаете внешне надо что-то делать помимо голосовых там музыкальных там инструментов и так далее внешне с собой вообще неотъемлемая часть артиста а на что вы готовы пойти как далеко вы готовы пойти да на самом деле но на что я готова пойти я думаю что если говорить там о каких-то имиджевых моментах например к примеру взять там волосы и конечно на лосы не побреешь мне это не мое просто есть люди которые и они это сделать они будут самым красивым замечательными и они будут действительно выделяться им это будет идти теперь я знаю что мне это не пройдет вот вы приличная девушка поэтому интересно ваше мнение по такому поводу известного выражения я извиняюсь конечно не его придумал поющие трусы существует такое выражение такая есть она о том что часто на сцену выходят девушки которым кроме там более менее красивых ног там и более-менее приличного верха и там хорошо накрашенного личика в общем больше честно говоря отличиться это нечем и они вот пытаются за счет этого сделать карьеру на сцене лет проще всего скрытых там осудить скатова это все не то с другой стороны ведь некоторые из них кое-что добиваются до а потом у некоторых в некоторых случаях правда к сожалению редко выясняется что у них вообще-то есть еще что-то они просто за счет этого за счет вот такого внешнего удара они прорываются а потом выясняется что они еще что-то могут там знают вот как вы считаете это по-честному или нет ну есть конечно же как вы сказали поющие трусы и певички как еще многие говорили я сказал да это воняющие выражены конечно есть такие личности которые приходят шоу-бизнес которые пытаются надеть красиво коротко платье с длинными ногами быть красивыми замечательными но зачастую это все однодневки люди то есть действительно не могут появиться и исчезнуть и естественно я есть такие случаи когда люди приходили пытались быть красивыми такими сногсшибательным этих людей был талант вообще могу сказать по мне если о человеке говорят и он действительно стал известной личностью то есть певцом певицы не важно значит это чек уже талантливый потому что в принципе знаете сколько сейчас среди нас вот как у нас говорят выйти на сцену показать пятую точку ты будешь звездой таких очень много а вот чтобы остаться там и люди которые там стоят действительно надо иметь талант потому что это сложно столько такое огромное сейчас количество вокалистов певцов которые пытаются это сделать у них не получается вот есть у человек это получается значит там не только красивые ноги длинные руки и короткое платье ну вот двигаясь дальше мы обязательно с вами придем к такой теме что ну дай бог у вас получится дай бог добьетесь чего-то и песню ваших запою но это все равно для любого человека это часть жизни даже вот те кто и добился чего-то и продолжают петь выходить на сцену они все равно многие из них параллельно еще чем-то в жизни занимаются особенно когда уже заработали немножко денег начинают думать о том что же тебе деньгами делать там и так далее вот это я к тому что вы ведь на финансиста учитесь дать я закончил уже закончена я закончил институт но я не пошла в этом году на магистратура я думаю что у меня я не был вряд за да она меня еще подождет принципе да я действительно закончила финансовую академию почему пошла на вообще финансовую академию детства моей семьи и принципе у меня было такое понятие что голос голосом все может произойти а по мне так иметь образование то чего потому что не пошла я в гитис куда-то еще там почему если есть талант он и без вот гитиса и без вот этого всего он будет ну и так и не так согласна но это мое мнение я считаю что лучше закончить более такую как сейчас говорят серьезную профессию как как у меня говорит бабушка надо серьезно заниматься ты там поешь поешь нет на самом деле неправда грубо что всегда поддерживает меня и имеет был важным я хотела закончить либо финансовая академия либо что-то вот цветом не знаю есть много разных универов еще но вот получилось на он меня теперь считать умеет как минимум а хотелось бы свой бизнес какой-нибудь иметь а обязательно а в какой сфере в какой сфере у меня вот тянет нам наверное немножко другая сфера тоже думаю это рестораторство я хочу закончить еще один вуз пор и еще место есть одна такая мечта тоже разная абсолютно сфера это странно я хочу может быть закончить институт по стиле ну стать стилистом в общем это тоже творческая такая вещь но мне это тоже интересно вы же еще и моделью поработали какой-то давно и не про меня на самом деле все равно полезно но я в детстве для того чтобы не бояться сцены я в детстве занималась меня мама я и балетом на льду занимался большим теннисом большим теннисом кстати тоже занимался серьезно как-то было параллельно и почему мне детства ты не был как раз и тоже думали об этом но все-таки родители решили что пусть будет будет более женственно у меня такое направление честно говоря большой спорт это вредно для здоровья сильно вот особенно как сейчас выясняется мы в этом в общем и не сомневались но предположим вот все все это и идет как идет и вы вот рассказываете тем занимался там было и так далее я думаю что у любого человека который все это слышит или там смотрит да возникнет вопрос а на какие шиши тут есть два подхода ну во-первых всегда говорят а кто за ней стоит там кто ее финансирует а во-вторых как это будет грубо говоря возвращаться до отдачи какая здесь может быть финансово по этому поводу скажите как финансист все мою жизнь не помогает мой папа конечно же мама но мама больше мама морально папа матери мама настолько морально что все до детства она провела со мной отчета который вообще мне кажется что же как говорить угробил свое детство мама угробил все свое такое даже не на как сказать средний возраст да то есть она всегда была со мной люди например в москву переехала мы решили буквально наверное за сутки то есть что ну не нужно уехать в москву мама собрала все свои вещи жила со мной вот 45 лет родители вечно были в разных городах это было очень сложно но потратили на меня такие годы свои считаю вообще я смогла бы я это сделать а по поводу финансовой поддержки конечно же отец а папа вообще мне кажется все что есть все что можно отдает мне были такие как сказать очень серьезные шаги с его страны чтобы меня поддержать финансово вот вообще безграничная какая-то благодарность а по поводу того как это будет возвращаться я думаю что настанет время и все это благополучно мне вернется люди наверное в любом случае это дело когда я это делаю от души я делаю с творчеством и мне кажется когда человек творит что-то он старается идет со всей душой тот всегда возвращается потом ему а вот все таки каким путем можно заработать да то есть в вашем случае какой путь больше привлекает там есть ведь подходы разные к этому есть знаменитое слово чёс да то есть чуть-чуть набрать очков в москве и по провинции ездить там зарабатывать да второй вариант ну вложиться там в какой-то клип раскрутиться и за счет того чтобы набрать много очков выступать там на корпоративах там за 10 15 20 тысяч долларов и так далее но это требует все-таки приличного тоже подъема есть еще какие-то варианты в вашем случае ну может стартовый капитал заработать а потом создать хороший ресторан и и петь свое удовольствие зарабатывать на ресторане даже не знаю как вам на это ответить финансовые подоплеки изначально вот я начну с глубины не было то есть когда родители решили что я буду этим заниматься это вообще произошло спонтанно просто встретились на нашем пути люди которые сказали что действительно есть наверное может искать некими талант не буду про себя так говорить но все-таки я к музыке предрасположена скажем нейтральное слово способность способность да правильно и родители просто поняли что может что-то действительно получиться если долго упорно стараться и они абсолютно оказались правы я очень сильно стараюсь продвигаюсь и мне действительно потихонечку маленьким шажочками что-то получается а по поводу того еще раз как в итоге можно на это все заработать мне кажется жизнь покажет и все будет идти своим чередом если мне суждено ездить по провинциям нет не суждено ездить по провинциям я все-таки надеюсь на то что получится у меня стать хорошим артистом и люди когда у тебя есть корпоратива как ты хорошего артиста в тебе заинтересованы это действительно можешь заинтересовать человек то есть ему интересно тебя послушать я надеюсь что я буду таким артистом насчет провинции ведь если и другие подходы вот это какой-то крайний вариант озвучил да там чёс а есть другой подход что чтобы знать жизнь чтобы знать людей чтобы иметь контакт с людьми полезно скажем поездить по стране полезно повыступать где-то и на маленьких том числе площадках но выдающийся на мой взгляд певец валерий абадзинский как известно вот он с этого чёса так сказать начинал ну там трагическая жизнь не дай бог никому такую но все-таки без этого периода своей жизни он бы наверно не поднялся вот и многие так могут сказать но с другой стороны понятно что все равно результат делается в москве ну когда я говорила про то что наверное не буду ездить по провинциям я не имел ввиду что я туда нет я только в москве и как нет конечно же вообще это важно в принципе люди которые тебя смотрят за тебя голосуют вот эти огромные фан-клубы все остальное то люди в основном которые живут в провинциях по мне так кажется что москва это такой город ко мне как никому ничего не надо все заниматься делами тут как раз в москве и собраны те люди которые пытаются наверное что-то добиться такого серьезного этой жизни и конечно же я буду я вообще с удовольствием буду вот сейчас точно буду ездить где-то выступать стараться и мне важно услышать мнение людей мнение выражается как наверное какое-то скачивание музыки сейчас как знаете из такого понятия когда люди скачивают музыку твою когда люди приходят на концерты когда после каждой песни у тебя там тебе кричат еще раз и так далее это очень важно и все артисты через это проходят да и вообще когда ты становишься известным таким артистом мне кажется не провинции никуда не уйдут все равно ты будешь это делать это нужно да это и круто ты ездишь по всей стране понимаешь что каждому около уголке нашей страны тебя ждут и любят ну я думаю что мы как раз на этой замечательной ноте будем приближаться к завершении беседы потому что конечно если вы добьетесь того чтобы вас ждали любили пели не только слушали и желали вам еще нового нового чего-то еще нового и ожидали когда там новые очередная ваша песня выйдет и так далее это нам только чему все стремятся когда выходят или пытаются выйти на сцену вот я хотел бы вам во первых пожелать что 20 получилось спасибо огромное во вторых чтобы вы по-человечески себя чувствовали удобно в жизни я не затронул здесь тему не задавал никаких вопросов про личную жизнь потому что ну вы еще девушка юная может быть чуток рановато на эту тему говорить она наверное у вас есть это самая личная жизнь наверно когда вы уже станете такой знаменитостью все будут очень сильно интересоваться френдами там и еще кем-нибудь а сейчас я думаю что все-таки есть смысл сосредоточиться на том что вы поете что вы делаете вот и желаю чтобы так через несколько лет мы с вами вернулись к этому разговору и уже говорили о состоявшейся звезде катя савельевой который сегодня была в гостях у московской правда счастливого спасибо огромное до свидания до свидания